Всем огромный привет. Опять начинается. Опять не надо показывать. Ну ладно, не будем показывать Алиску, не будем ее смущать. Мы сегодня едем в Станицу, наверное, на два дня с ночевой, потому что нам нужно собирать вещи. Мы все наездами-наездами там по чуть-чуть приезжали, что-то забирали, что-то разбирали, но нам нужно конкретно, ребят, вот прям приехать и начать собирать вещи, потому что, ну, дом нужно выставлять на продажу, нужно заезжать уже в новый дом. В общем, нам нужно вещи собирать. Все, можем меня показывать, я не мечтала. Так, Алиса сказала, что можно ее показывать. Вот она. Всем глядит. Да, она просто не причесана, и она не любит показываться. Пойдем, пойдем. Мы остановились на Лукойловской заправке. Там внутри снимать, как всегда, нельзя, у них все шатокрыто, поэтому. Мы еще по пути заезжали в Горный, в храм Феодосия Кавказского, возички святой набрали, попили. Такое настроение хорошее. Вот такую новинку увидела. Взяли попробовать. И Нория, Лисечка взяла вот это, да? А помнишь, такие на Пасху были? Да, да, да. Короче, здесь прям новогоднее настроение кругом. Ребят, это не прожевать, это надо рассасывать. Серьезно. Задумка хорошая, но исполнение что-то не очень. Такие вот толстые, большие колечко. И очень жесткие внутри. Ну, яблочный ломтик. Не, в принципе, вкусно. В принципе, вкусно, но тяжело реально ужевать. Не разжевать просто, даже не откусить. Вот, имейте в виду. Вы посмотрите, какая красота. Краснодарский край, зеленые поля, горы. И очень красиво. Очень красиво. И везде чистота, обратите внимание, мусора вообще нет. Трасса идеально чистая. И вот за это я обожаю Краснодарский край, что здесь очень чисто. Очень чисто. Ребята, наш любимый апельсин. Ну все, мы приехали домой. Ну вот как-то так получилось, что Станица роднее, чем Краснодар. Да? Хотя в Краснодаре мы прожили дольше. Сейчас ко мне эти женщины подбегут, скажут, что ты что нас снимала? Нет? Да, они так опешили, что я тут с телефоном лечу. Да, что это за пято у нас вот это вот, что это такое? Это опять капала, да, вода? Капала, да. Короче, вода капала на парковке, на подземном паркинге. Если бы аллергии не было, мы бы здесь жили. Это был решающий фактор. Жили бы да и жили. Сколько нужно, столько бы и жили. Ты учишься и учишься в школе. Ты что такого? Да. Что тут, разве плохо жить, что ли? Тут отлично жить. Просто здесь... Честное для меня это самое родное место, которое... Самое родное место, да ты мой сладкий, да мой котеночек. Все там братьевс. Ребят, так как мы с ночевой, то мы сейчас набираем продукты. Ну вот возьмем бананы. Мандарин она уже наелась. Все, люди, я буду. Все, да. Собаку кормлю. Слушайте, Леша говорит, купи крылья куриные. Я говорю, ты что, блин, подавится. И взяла колбасу. Она такая вкусная. Я думаю, что вот этот кусочек, наверное, мы сами съедим. А он такой, знаете, прыгучий. Вы сейчас обалдеете. В общем, он сейчас съест, он еще будет просить. Я вам покажу, как он прыгает. Это просто... Это просто какой-то попрыгунчик. Да? Еще будешь? Еще хочешь? Еще хочешь? Ну, давай еще дам. О! Да подожди, хоть дай оторвать-то тебе. Да что ты? Ну, прыгун. Попрыгун. Посмотрите, какой красивый елочный базар. Просто шикарные елочки. Я вот не разбираюсь. Где елка? Где пихта? Где сосна? Вот это вот что это? А вот это... А, ну все. Вот это сколько стоит? Полторы. Полторы, да? Полторы метра или вся? Вся. Мы продаем постучно, великолепно продаем. Ага. Вот это красиво. Не-не-не, только батон. Я вернулась назад в магазин. Вот, что мы тут навыбирали все косячи. Пролисы всякие вкусняшки. И еще она захотела вот такие пятирублевочки. Это, знаете, такие монетки, как с шоколадом внутри. Сколько штук тебе, дочь? Одну. 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 Вот, да. Ее любимое печенье. Но оно бывает разное. Бывает основа слоеное, бывает как песочное тесто. Мне нравится слоеное. И вот сегодня как раз здесь есть. Классно. Все, это нам как раз до завтра. Да, можно взять. Давай возьмем еще капучино. Ребята, апельсин запустил рекламу. И здесь прямо продавцы. Видите, все продавцы апельсинки. Маши. Блин, классно они придумали. Видел рекламу, они запустили? Да, вижу. Да вообще, похоже, это скоро будет сеть апельсин. У меня такое чувство. Почему-то. Как ты думаешь? Не знаю. Короче, туалетную бумагу мы забыли купить, поэтому вернулись. Вот он стоит теперь. Запомнил нас, да, как мы выглядим? Запомнил? Летом-то светленькая была. Дом, родной дом. Ой, а кто это там у нас в гостях? А, Славка. Лиса, такая хорошенькая. А я смотрю, что еще один человек. Ну, ты готова к встрече с дедушкой? Ну, хватит уже прятаться. Глажу. Ты прямо хочешь, чтобы погладила. Чтобы погладила ее. Не, обожусь. Я такая обожусь. Лиську рада видеть. Всех рада видеть, любимая. Как она вам радует. Пойдет к вам она. Не смешно со мной, потому что я туда-сюда, она одна. Ага. Под калиткой открытой. Она и туда пойдет, там никого нет, и здесь никого нет. Ну да, вон целуется, она целовает. Да, да. А сегодня попросилась, заскулила. Я ее на террасе поселил матрас. И она там, и накрыл ее тряпкой. И она так на матрасе. Она пошел, потом... Все заляпала, да? Ну, делала все. Ну, на улице, да, потому что. Ну, вон, что делается на улице. Ага. Тяпку скинула и так. Но я ее выпустил, она бегом в будку. Потом я приготовился, и пошли с ней 7 часов гулять. Она нехотя так зевает и хочет такие... Ну ты че, дорогая? Ура, я тебе, блядь. Мы сходим и погуляемся. Упаковывать, ребят. Ой, тепло дома. Так хорошо. Знаете, почему-то пахнет деревом. Такой приятный аромат дерева. Очень хорошо. Орет на меня. Представляете? Я не ору на тебя. Не сочиняй. Спокойно. Одной рукой. Вот, одной рукой я. Другой взял, открыл. Че ты тут стоишь жирными руками, трясешь? Ну, хватит жаловаться, девочка. Короче, ребят, собираем. Пока вот такие контейнеры. Много лишнего. Того, чему вообще не пользовались. Но оно как бы типа нужное. Но не пользовались. Мы не пользовались. Ну, вот эти контейнеры, что думаешь брать? Мне крышки у них не нравятся. Они уже такие немножечко поюзанные. Все равно берем, да? Конечно. Вот это хорошее. Это мне тихо не дарила. Мне эти хорошие. Ладно, давай складываем. Леш, все, не трогай ничего, пожалуйста. У меня чистую руки. Ну, хватит. Да что ты. Так, у нас тут дошик, запасы дошика у нас. Столетней давности. А вот это что за вода? Просто вода. А, это хорошая вода? Угу. Ну оставим. Это из магазина, ресторана. Не надо. Мы покупали до сих пор у нас. Так, ну все, ребят, ладно. Сейчас вот этот еще контейнер. О, так тут несколько, смотри. Это же ланчбоксики. Так, ну все, в общем, начинаем собирать все. Алиска сидит вот там. Алис, помаши рукой. Где ты там сидишь? Ну, помашите, а не видно. Стесняшка. Так, ребят, смотрите. Мы уже готовимся к приезду моей подруги Наташи и закупились овсом. Она знает очень классный рецепт овса, отвара из овса, который реальный, лечебный и, ну, короче, очень классный. Я потом вам расскажу. Он чистит печень, чистит организм. Мы купили очень хороший овес. Правда, не помню, что за производитель. Ну, вот. Хотели сами попробовать? Леша говорит, нет, Наташа приедет, пусть нам сварит овес. Вот так вот мы ждем гостей. Вот так мы ждем гостей, будем их эксплуатировать. Для того, чтобы правильно его приготовить, надо купить новую эту. Кофе? Кофемолку? Да. А она и нет, она же не кофемолит, она же просто его как-то... Нет, ты что рассказываешь? А, да? Ты смотрел ее рецепт? Конечно. Она кофемолит прям. Я поэтому и перестал заваривать его, потому что у меня кофемолки нет, нормально. Будь здорово, видала? Да, точно. Не врут. Да это я от пыли, блин. Все пыль собрали. А это что такое, что это за банка? Это мои вкусняшки. А, спортивные? Да. Короче, мы не можем, ребят, дождаться, когда мы уже переедем в наш дом. У Леши же там будет, ну, как-то мини-спортзал. И мы будем там спортом заниматься. Я, кстати, купила очень классный коврик. Такой мягкий. Ну, вот эти коврики, знаете, на которых занимаются. Он, во-первых, очень толстый. Я нашла самый толстый на Валберис, чтобы было удобно, не больно. Он очень плотный такой, классный. Я вот уже второй или третий раз... Год назад тебе подарили на Новый год чай на ассорти. И в этом году мы начнем его в новом доме пить. Смотри, прям идеально впишется в интерьер нашего дома. Короче, ребят, в общем, я теперь занимаюсь спортом. Потихонечку. Вчера позанималась, сегодня спина не болит. Я вообще довольна, я как слон. Так что... Да, надо заниматься... У меня там курики, блядь, у меня там курики. Че? 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 Афигеть, что у меня там лежит? Где? А что у тебя там лежит? Я думала, куда он побежал? А, за стремянкой. Ну, в общем, ребят, собираем вещи. Будем выбрасывать то, что нам не нужно. Вот у меня здесь мини-мусорка уже. Может это? А, Юль, а у тебя здесь высота какая тюля? Я это не помню. А что ты эти тюля хочешь забрать? Да, я хочу забрать, что ли? Нет, я же их переделывала под эти штанги. Не-не-не, здесь нет на них этих крючков нету. Ну, места для крючков нет. Ну, ладно. Да я новые куплю, Леш. Я закажу новые. А, у нас все под штанги, да? Да, конечно. Здесь же у нас это, типа... Здесь же у нас, типа, деревенский Прованс. Слушайте, ну, шторы шикарные. Конечно. Очень красивые. Как с жемчужинками. Это что? Это то, что ты нашел? По акции, да? Ножик по акции. Короче, вот эти ножи я собирал. Я такая ему говорю. Сейчас я вам покажу, ребят, эти ножи. Сейчас, подождите, подождите. Открой, Леш. Они новые. Я говорю, нафиг они нам нужны, давай выкинем. Он такой, так, быстро, убрала от них руки. Я собрал весь набор. Я забыла. Я просто про них забыла. Мы купили отдельно. А это тоже, ну-ка, с брендом с их? Да, да, да. Все. Или подставку тоже я там... Короче, ну, вот я все эти ножи почти собрал все. Видишь, не хватило. Ну, вот видишь, ты был увлечен, ты это помнишь. А мне было параллельно. Я даже не помню, что за ножи, откуда они у нас. Вот он этот нож. Классно. Видишь, шеф-нож. Угу. Вот сюда еще парочку. Ну, вот с такой черной ручкой я не видел в этом. Это в Кюхленде, по-моему. Да нет, мы в Кюхленде не собирали такие ножи. Это Кюхленде. А мы и не в Кюхленде и не собирали. Это табрис? Это ножи Кюхленда в табрисе. Да нет, они бренд Кюхленда. Ты смотри, там нарисованы человечки. Вот ты вон коробку возьми. Вон где он у тебя в коробке. Да сейчас зрители напишут, что это за ножи. Так, продавались эти ножи. Сейчас окажется вообще в магните. Свилинг. Ну, в Кюхленде они продавались эти ножи. Свилинг? Да, видишь, свилинг. Девчонки, напишите, кто в курсе. Свилинг Хейкельс. Где их могли продавать? Мы уже не помним, но я точно не помню. Лешка их собирал. В общем, это он себе на летнюю кухню. У нас будет зона барбекю. Наташа такая говорит. Я приеду, буду готовить. Я говорю, Наташа, ты вообще что едешь-то? Ты же едешь на море. Какие тебе готовки? Мы с тобой утром уехали на море, блин. К обеду вернулись. Сон час. Потом опять куда-нибудь. Ты что говорю? Какие готовки вообще? Забудь. Ты едешь отдыхать. Я тоже не понимаю. Леша ей тоже говорит. Ты что, Наташа? Смысл ехать на море, чтобы там вкалывать стоять? Она хочет нас накормить, напоить, вкусняшек нам наготовить. Она как мамочка такая, знаешь, заботливая. Ох, сколько у меня тут всего. Ну давай, открывай. Вот это на, выкидывай сразу же. Подожди. Что это за детское питание? Это мы кормили Алисиных бебиборнов. Так, вот это на, убери. Это мы с собой заберем. Алис, что, не будем больше видео про реборнов снимать? Вот это выкидывай, там осталось. А что это? А, арабика. Вот это забираем. Хорошие? Да. Мыша-то не завелись там? Это обязательно забираем. Что это такое? Золотой корень. Ух ты. Ты пьешь это? Да, я пью. Это он иммунитет. Полезная штука. Ой, какие красивые. Смотрите. Смотрите, сейчас я вам покажу. Я обожаю салфетки. Видите, какие? Это выкинуть. Пустая баночка уже. Мои пустые баночки тебе нужно снять в видео. Лекарства у нас всякие. А что такое гиптрак? Гиптрак? Да. Это... Желудок, что ли? Гепопротектор. И что он делает? Печень, печень восстанавливает. Это ты когда качался, пил? Ой, я не помню. Юль, ну лежат лекарства, лежат. Я что? Когда ты купила себе парацетамол, ты можешь вспомнить? Хафетол, ну что-то... Что-то, видимо, тебя беспокоило. Восстановление печени? Нет. Ничего не есть. Чисто профилактика? Да. Выкидываю я их? Почему? А, я их не выкидываю? А зачем лекарства выкидывать? Сроки годности надо хоть глянуть. Там нормальные сроки, я посмотрел. А это что такое? Что даже хлебцы у нас тут есть? Вот это, ребята, очень вкусные хлебцы. Гренки с кориандром, админом. Просто обалденные. Срок годности надо глянуть. Вот тебе банка для сушки и салата. Да, это классная, кстати, штучка. Пирга. А что, она еще нормальная? Да. У пирги нет срока годности, зайка. Откроет весь день. Короче, ребят, все. Съемки немножко приостанавливаю. Сейчас буду новую коробку собирать. На, Лиз. Отлично воюет, ребята. Просто отлично. 14 героев Российской Федерации. 14 героев. В пакетиках она и пьет в пакетиках. Нету зеленого пакетика. Да вот такой будем, нормальный, нормальный. Она такой дома пьет. Мы в гостях у Анатолия Григорьевича. Татьяна Викторовна уехала в Челябинск. Анатолий Григорьевич, видите, нас балуют драниками. Чаечек. Да, перекусик у нас. Так вот, хорошо. Так, печенье, халва. Спасибо. Вот эти, может, она будет кушать. Ага. Не стесняйтесь. Хорошо. А вот она, пушистая принцесса. Красавица. У нее хвост, как у лемура. Я вот только сейчас заметила. Вон у нее, смотрите, какой полосатый, какой лемурчик. Лемурчик, ты сладенький. Девочка красивая. Бьянка. Мама тебя посмотрит. Скажет, у меня бьяночка, доченька. Скучаешь? И нога такая длинная, да, как у лемурчика. Опа. Скажи, ты че, блин, какой тебе лемурчик? Какой тебе лемурчик? Жопотом. Сейчас, секунду. Бегом-бегом. Бегом-бегом. Девчонки, подскажите, как привести в порядок вот такой металл. Это как посеребрение. Но почему-то вот это посеребрение у меня ушло в розовый цвет. Видите, такой немножко розовый, как под медь. А вот это посеребрение, ну, просто затемнилось. То есть вот это больше вероятность того, что здесь серебро. Это все Киффенленд. Вот, видите, какая разница огромная. Как думаете, чем можно почистить? Зубной пастой, наверное, да? Хотя могу сшибаться. Красота. Комната Алисы, ребята. Вот такие обои были раньше у Алисы в комнате с цветочками. Ну, красиво здесь, конечно. Даже несмотря на то, что мебели не хватает. Так, ну что, снимаем вот этот плед. Это мы его застилали. Мы им застилали кровать. Когда здесь Синди оставалась, чтобы она лапками не наследила. Все сейчас постельным застелим. Чтоб Алиска могла переночевать. Заправила Алисочке кровать. Единственное, я не стала заправлять одеяло в пододеяльник. Это, кстати, новое одеяло. Прям новье. Отмой я пьюркотом с хлопком. Ну, такое не дешевое, ребят, но классное. Оно у меня вообще было в упаковке. Вот только что его достала. Просто не могу что-то наше одеяло найти. И достала вот это. Классное. Сейчас покажу вам пьюркотом. Все. Коробку не буду убирать. Завтра опять соберем все. Спрячем, уберем, чтобы не пылилось. Все. Можешь спокойно спать. Как моя, принцесса? Что надо маме сказать? Спасибо большое. Ну вот. Все, лисенок спать. А мы с Лешей продолжаем сборы. Особенно Леша. Особенно Леша. Леша на диване продолжает сборы. Леша вчера в доме батареи. Короче, Леша устал вчера. Он в доме подготавливал дом к переезду. И немножечко спину натянул, повредил, как сказать-то. Перенапрек спину. В общем, спина у него болит. Я, ребят, разбираю вот эти шкафчики. У нас здесь приправы, крупы, макароны. Уже два огромных пакета я собрала с тем, что просроченное. Леша мне говорит, да что будет с этими кашами? Ну, если производитель установил срок годности, там, 22 год, 23, 23 уже к концу подходит, то нужно это все выбросить. Ну, я так думаю. Может быть, я не права? Напишите в комментариях. Ну, вроде не бедствуем, чтобы я, знаете, это все это оставляла. Ну, вот ели тоже, кстати, вот это вот дорогие такие составы. Допустим, плов или супчики с фасолью. Пришлось несколько выбросить. Леша, конечно, в шоке, потому что он обожает вот эти ели, суппюре, бириани. Что у нас тут еще? Азиатские. Проверил ты, да, зайка? До 23, до августа 23. Вот. Такие вот дела. Только бириани нормальные. До июля 2024. В общем, вот такие дела, ребят. Уборки очень-очень много. Еще и пыль параллельно протираем. Так что. Птица вышла и еще и из дома не выходила. Ты какие костюмчики себе тепленькие купила. А еще без рукавочка и все. И там раз так тепло и прекрасно, да? Да, у нас тепло. Молодец, так хорошо на тебе. У нас тепло. Ну, у нас еще... Не, ну у нас бывает здесь холодно, конечно. В Анапе бывает, когда ветра сильные. Девчонки, кстати, в курсе, что нельзя замужним женщинам носить натуральный жемчуг. Это искусственный жемчуг. Это бижутерия из адвент-календаря. Это вот мне очень понравились эти сережки. С удовольствием их ношу. Майсаку – это натуральный жемчуг, по-моему, речной. Не помню уже, честно. Нельзя. Замужним нельзя. Только вдовам можно носить. Это мне сказала женщина, которая очень хорошо разбирается в камнях. Вот. Поэтому я сейчас ношу... Ну, пробую, знаете, так это... Мне очень понравились эти сережки, и я решила их поносить. Пробую. Если привыкну так визуально к ним, то куплю себе потом бижутерию подороже. У мамы, да, все есть. А мы бабулю, по-моему, подарили, да? Нет, у бабули с камнями все. А, нет, у бабули с жемчугом тоже. Но это было давно. Да я уже не помню даже, как они выглядят. У нас же вдова. Ребят, ну вот эти вот очень красивые, конечно. Согласитесь, красиво. Вот, несмотря на то, что это бижутерия, но... Такие стильные вообще. И так хорошо на ушке сидят. Шикарные. Я адвент-календарь покупала так чисто ради интереса. Я не знала, честно, что в нем. Ну, знала, что там украшения такие, знаете, типа бижутерии. Но вот эти вот сережки просто покорили меня. Просто обалденные. И они очень аккуратно выполнены. Посмотрите. Ну, что это не золото, знаете, только вы. А вот так вот. А вот так мало кто отличит, конечно. Смотрите. Каленки записалась на маникюр на понедельник на утро. Все, у меня руки сегодня просто как из одного места. Потому что уборку делаем. Ребятки, ложимся спать. Застелили кровавку. Нам слышали, что-то уже лежит. Я его показывать не буду. Пошла за зарядником. Все. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok